Николай Степанович посмотрел на него и извинился. Да, и я вас тоже не помню. Я думал найти того доктора Вайнера, который жил до революции на Мойке. Промахнулся. Простите. Ах, это однофамилец, сказал дантист. Однофамилец. Это однофамилец. Я жил на Загородном. Мы у него все лечились. Пояснил Николай Степанович. Вот я и думал. Дело в том, что я разыскиваю одну даму. Госпожу Неллис. Вайнер прикусил губу, напряженно посмотрел в сторону. Потом снова обратился к нему. Позвольте, если я не ошибаюсь, по-моему, какая-то госпожа Неллис была у меня не так давно. Это мы сейчас установим. Будьте любезны пройти ко мне в кабинет. В кабинете Николай Степанович ничего не разглядел. Он не сводил глаз безукоризненной лысины Вайнера, который наклонился над своим журналом. Это мы сейчас установим, говорил Вайнер, вводя пальцем по страницам. Это мы сейчас установим. Это мы сейчас. Вот, пожалуйте, Неллис. Золотая пломба и еще что-то. Не вижу. Тут клякса. А как имя и отчество? Спросил Николай Степанович, подойдя к столу и обшлагом чуть не сбил пепельницу. И это отмечено Ольга Кирилловна. Да, правильно. Облегченно вздохнул Николай Степанович. Адрес. Планнерштрассе 59. Бай Баб. Чмокнул Вайнер и быстро переписал адрес на отдельный листок. Вторая улица отсюда. Пожалуйста. Очень рад услужить. Это ваша родственница? Моя мать, сказал Николай Степанович. Выйдя от дантиста, он пошел несколько ускоренным шагом. То, что он так скоро ее отыскал, поразило его, как карточный фокус. Едучи в Берлин, он ни минуты не думал о том, что, может быть, она давно умерла или переехала в другой город, в другую страну. И все-таки фокус удался. Вайнер оказался не тем Вайнером, и все-таки судьба вышла из положения. Прекрасный город. Прекрасный дождь. Бисерный осенний дождь моросил как бы шепотом, и на улицах было темно. Как она встретит его? Нежно или грустно, или совсем спокойно? Она не баловала его в детстве. Ты не смеешь тут бегать, когда я играю на рояле. Потом, когда он вырос, ему часто казалось, что он мало нужен ей. Теперь он старался вообразить ее лицо, но мысли упорно не окрашивались. И он никак не мог собрать в живой зрительный образ то, что знал умом. Ее худую, высокую, как бы некрепко свинченую фигуру. Темные волосы с налетом седины у висков. Большой бледный рот. Потрепанный макинтош, в котором она была последний раз. И усталое, горькое, уже старческое выражение, которое появилось на ее увядшем лице в те бедственные годы. 51 номер. Еще восемь домов. Он спохватился вдруг, что волнуется нестерпимо, да неприличие. Куда больше, чем в тот миг, например, когда лежал, страшно потея, уткнувшись боком в скалу и целился на налетающий вихрь, в белое чучело на чудесной арабской лошади. Не доходя до 59 номера, он остановился. Вынул трубку и резиновый мешочек с табаком. Набил трубку. Медленно, тщательно, не выронив ни одной табачной стружки, поднес спичку, потянул, посмотрел, как взбухает огненный холмик, набрал полный рот сладковатого щиплющего язык дыма, осторожно выпустил его и, не спеша, крепкими шагами подошел к дому. На лестнице было так темно, что раза два он споткнулся. Добравшись в густом мраке до первой площадки, он чиркнул спичкой и осветил золотистую дощечку подле двери. Не та фамилия. Странное имя Баб он нашел только гораздо выше. Огонек обжег ему пальцы и потух. Фу ты, как сердце стучит! Он в темноте нащупал кнопку и позвонил. Затем вынул трубку из зубов и стал ждать, чувствуя, как мучительная улыбка разрывает ему рот. И вот что-то звякнуло за дверью. Раз, еще раз, и, как ветер, качнулась дверь. В передней было так же темно, как на лестнице, и из этой темноты к нему вылетел звучный и веселый голос. У нас во всем доме погасло электричество. Прямо ужас! И он мгновенно узнал это долгое тягучее «у» в ужасе. И мгновенно по этому звуку восстановил до малейших черт ту, которая, скрытая тьмой, встала в дверях. Правда, низги не видать! Усмехнулся он и шагнул к ней. Она так ахнула, будто кто-то с размаху ударил ее. Он отыскал в темноте ее руки, плечи, толкнул что-то, вероятно, подставку для зонтика. «Нет, нет, нет, это невозможно, это невозможно!» Быстро-быстро повторяла она и куда-то пятилась. «Да постой же, мама, постой же!» И опять стукнулся на этот раз о полуоткрытую дверь, которая со звоном захлопнулась. «Это с ума можно сойти, Коленька, Коль!» Он целовал ее в щеки, в волосы, куда попало, ничего не видя в темноте, но каким-то внутренним взором узнавая ее всю, с головы до пят. И только одно было в ней новое. Но и эта новая неожиданно напомнила ему самую глубину детства, когда она играла на рояле. Сильный, нарядный запах духов, словно не было тех промежуточных лет, когда он бужал, а она старела и не душилась больше, и потом так горько увидала в тибетственные годы. Словно всего этого не было, и он из далекого изгнания попал прямо в детство. «Вот ты! Это ты! Ну вот! Ты!» лепетала она мягкими губами, прижимаясь к нему. «Это хорошо! Это так надо!» «Да неужели нигде нет света?» рассмеялся Николай Степанович. Она толкнула какую-то дверь и проговорила взволнованным голосом. «Да, пойдем, у меня там свечи горят». «Ну, покажись!» – сказал он, входя в оранжевое мерцание свеч, и жадно взглянул на мать. У нее волосы были совсем светлые, выкрашенные в цвет соломы. «Ну что же, узнаешь?» – сказала она, тяжело дыша, и поспешно добавила. «Да не смотри так! Рассказывай, рассказывай! Как ты загорел! Боже мой! Да ну же! Рассказывай!» Белокурдые подстриженные волосы, а лицо было раскрашено с какой-то мучительной тщательностью, но мокрая полоска слезы разъела розовый слой, но дрожали густые от краски ресницы, но полиловила пудра на крыльях носа. Она была в синем лоснящемся платье с высоким воротником и все было в ней чужое, беспокойное и страшное. «У тебя, мама, вероятно, сегодня визиты», – заметил Николай Степанович, не зная, что сказать, и энергично скинул пальто. Она пошла от него к столу, где что-то было нагромождено и блестело. Потом к нему опять посмотрелась в зеркало, словно не знала, что делать. «Сколько лет, боже мой! Я прямо не верю глазам! Да-да, у меня должны быть гости. Я их отменю. Я позвоню. Я что-нибудь сделаю. Надо отменить. Ах ты, боже мой!» Она прижалась к нему, теребила ему рукава. «Да успокойся, мама, что с тобой? Нельзя же так, сядем куда-нибудь. Скажи, как у тебя все? Как ты поживаешь?» И почему-то, боясь ответов на свои вопросы, он стал рассказывать о себе, ладно прищелкивая слово к слову, попыхивая трубкой, стараясь заговорить, обкурить свое изумление. Оказалось, что и объявление она видела, и со стареньким журналистом встретилась, и несколько раз писала сыну в Италию, в Каир. Теперь, после того, как он рассмотрел ее искаженное краской лицо, ее искусственно желтые волосы, ему казалось, что и голос ее уже не тот. И, рассказывая о своих приключениях, не останавливаясь ни на мгновение, он оглядывал наполовину освещенную дрожащую комнату с плюшевой кошкой на камине, с ширмой, из-за которой выступала из ножья кровати, с Фридрихом, играющим на флейте.